Хм, ну здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Андрей Доцент, и это Трансформеры Войны на Земле. Мы продолжаем, и у нас особый ивент. Особый ивент, как всегда, ивент в две головы, называется Грязная Политика. Хорошее название, просто замечательное. Причём кристалл где-то вот в каком-то болоте грёбанном на заднем плане. Ну как болоте, джунгли, но где-то на грани, что-то с этим. И рядом какой-то, видимо, шалаш был, который не уместился в кадр. Ну да ладно, Грязная Политика. Собираю свой альянс, чтобы принять участие в венте выходного дня и заполучить 750 осколков в 5 звёзд, 75 кристаллов старой закалки, 3, 4 или 5 звёзд, 150 тысяч искрой, 7,5 тысяч осколков премиум кристаллов, и его суперопит за битву. Так, ну и надо воспроизвести передачу, чтобы узнать про грязную политику от Саймона Фурмана. Блин, тут надо это, в честь этого ивента, как его, другая звуковая тема должна быть. Ну, допустим, там, и вот, настал великий день, мне дали в руки бюллетень. Беру и ставлю крестик, эх, я голосую против всех. Мелоди, а Мелоди тем временем чё-то глаза в кучу свела. Блин, у неё реально глаза в кучу? С ней всё в порядке? Мелоди, чё-то тебя всё перекосило. Глаза фу... Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, какой ивент, в принципе-то, такой результат. Проблема в том, оптимус праймал, что трансварпные сигналы поступают из разных мест. И такое чувство, что она сама не поняла, чё она сказала, судя по её внешнему виду. И я предполагаю, что Мегатрон, если это твой Мегатрон, использует ретрансляторы, чтобы запутать ситуацию. Хм, в этом есть смысл, Мелоди. Слушайте, по-моему, Мелоди всё, приплыла. Пора в отпуск. Наш боец, так сказать, интеллектуального фронта спёкся. Ещё, кстати, какое-то ожерелье у неё я вижу. На шее чуть ли раньше его не было вроде. Господи, какой кошмар, а что происходит? Постепенно крыша съезжает у всех. Если он начал свою игру, то ему грозит такая же опасность со стороны Десиптиконов, как и нам. И поэтому он старается, чтобы его не нашли как можно дольше. По крайней мере, до тех пор, пока у него не будет того, что он... Не будет того, что он хочет, вернее, кого. Господи, я просто сейчас уже начинаю на лица этих, вглядываться, ботов и всех остальных. Ну вот Ринакс, судя по его взгляду, он чё-то задумал. По-любому. Всё верно, Ринакс. Блин, какие проблемы? Всё нормально, Ринакс. А где ты на этой карте трансвардных сигналов, которые я определила? Какой кошмар. Боже мой, с этого ракурса вообще всё как-то очень хреново выглядит. Сейчас осталось всё, чтобы наш Оптимус появился в кадре. Просто с опухшей Харри, пропитая рожей такая, да? Энергоновая. Так. Прямиком со складов наших. Ну где именно? Ну где именно? Невозможно сказать. Слишком большая зона поиска. Ой, господи. Я на секунду подумал, что это вот пушка, которая позади Оптимуса Праймала. В виде пистолета на спине. Под определённым ракурсом похоже, будто она целится в затылок, собственно, Оптимусу Праймалу. Он сам заложник своего бронежилета. Ну да ладно. Я подозреваю, что наше время ограничено. Есть идея? О! Так сказать, элита наших подразделений. Вводящая в когнитивный диссонанс как представителей своей фракции, так и чужой. Тайгер Хок! Наполовину мужика, наполовину баба. Или кто он нам? Сандалана. Определить, кто ему нужен, и возможно, мы сможем выяснить, что Мегатрон планирует. Или, по крайней мере, сможем предпринять какую-нибудь контр-миру. Тушить огнём-огнём, да, читер? Я просто пытаюсь представить, как они стоят в круге таком, да? Круг общения друзей. Или за штабом, за столом каким-нибудь тактическим, с картами, да? Обсуждает, и Мелоди вот с такой Харри стоит. Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Так. Ладно, возможно, я сосредоточился не на том. Определённо не на том, Мелоди. Определённо не на том. Ты уже... Где ты уже там летаешь? По ту сторону. Сигма компьютера. Возможно, если я смогу изолировать биометрическую сигнатуру... Ха-ха-ха-ха! 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 Блин! Ребят, ну это... Вы просто попробуйте это прочитать и посмотреть на её хлебало. Ха-ха-ха-ха! Возможно, если я смогу изолировать биометрическую сигнатуру, которая загружается в локатор импульсов, которая генерирует предоконы, я смогу успешно создать портрет цели. Слушай, Мелоди, надо просто тебя щёлкать, твой портрет отсылать её, десятью иконам, там всё, капитуляция безуговорочная. Сделай это, пожалуйста, и побыстрее. Боюсь, Мелоди, часики тикают. Прилагай все усилия. Слушай, я понимаю, что ты видишь в этом свою пору. Ха-ха-ха-ха! Своего рода проблему между максималами и предоконами. Но это может быть чем-то гораздо большим. Может, стоит сообщить остальным? Ты, конечно, права, Мелоди. На данный момент давай посмотрим, с чем мы имеем дело, перед тем, как нажать кнопку паники. Конечно. Да. Хорошие сюжетные линии попёрли. Просто обалденно. О! А шо это такое? У меня почему-то это... Заряда для моего гештальта. Кончились. Ого. А это другое дело. В бою. Так, активировали. Ну, погнали. 5500 давай. Да, давай 5500. Рискнём, так сказать. И всё тот же загрузочный экран. Метроплекс и Оптимус Прайма. Здравый смысл где-то там показывает Оптимус Прайма и пытается высмотреться этот... Выглядеть это всё дело... Метроплекс. Так. Ага. Ага. Ладно. Оптимус Прайм. Попробуем как бы немного это дело разбить. Так. Ага. Ах, блин. Чёрт. Позняк метаться. Так. Ага. Ну. Господи, это... Ой. Ой. Так. Нормально. Ну, вроде как-то чё-то более-менее, но чё-то меня, правда, это потрепало весьма недурное. Так. Ну-ка. Давайте-ка мы с вами разберёмся. Вот бы ты мне здесь вообще нафиг не сдались. А, по ним ещё и урон не прошёл. А. Ха-ха-ха-ха. Ну, здорово. Так. Эх, глянь. Так вот. Эх, всё, отдавил. Давайте-давайте-давайте, надо это дело раздолбать. Ага. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Несчастье какое, а. Так. Вроде как идём на прорыв, да? Оптимусы с лох... Так сказать, праймалы и праймы танкуют. Вроде как. Ну-ка, давай-ка сюда-ка. Во. Всех собрали в одном месте. Хм. Здорово. Просто замечательно. Я вот всё думаю. Всё думаю. Пока эти ребята торжественно рубят, так сказать, это... Десептиконскую базу. Прямо это... Дед там за бабку, бабка за репку. Или баба за... Бабка за дедку. Короче, как-то так уже. А я, в принципе, от того, что здесь происходит, нифига не удивлён. И мне кажется, теперь понятно, в чём причина, почему так Мелоди перекосила. Хотя это, в принципе, не в первый раз, но, по-моему, сейчас что-то даже больше обычного. Ибо градус, так сказать, безумие происходящего постепенно возрастает. И чувствую, это ещё не конец определённое. Ну, ладно, друзья. Давайте-ка тогда закончим тут. И продолжим уже, как обычно, всё в следующих сериях. Ссылка на плейлист, группу, ВК, Фейсбук, Твиттер, а также на другие прохождения по вселенной Трансформеров. Снизу в описании под видео. Рекомендую к просмотру. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Крепкого здоровья, приятного настроения. Хрени вас прямо с Юнигроном. Пока-пока.